Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный журналистами общественного саянского телевидения. В студии для вас работают ведущие Юлия Тукбаева и оператор Юрий Кузьменко. Сегодня в выпуске. Об итогах работы полиции доложили депутатам Городской Думы. В рамках акции «Подари надежду» создается база доноров. Прошли мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции. Стартовал проект «Кубок чистоты». Ушел из жизни известный саянский художник Александр Знаменский. На заседании Городской Думы депутатам был представлен отчет об итогах работы полиции в 2019 году. Непростая ситуация в Саянске сложилась с полицейскими патрулями. Еще несколько лет назад патрульные машины дежурили в каждом микрорайоне города. Теперь после реформы полиции их не хватает. На заседании Городской Думы депутатам был представлен отчет об итогах работы полиции в текущем году. На территории города за 6 месяцев текущего года зарегистрировано 268 преступлений. 127 из них раскрыто. Раскрываемость 51%. При среднеобластном проценте раскрываемость чуть выше 30. Отмечен рост тяжких и особо тяжких преступлений. С 37 за предыдущий отчетный период до 62. Связано это с тем, что в категорию тяжких теперь внесены кражи средств с банковских карт. А число таких преступлений растет. Хотелось бы обратиться, чтобы вы обращались своим коллегам, знакомым всем. То есть доводили данную информацию, листовки постоянно раздаются. Информацию мы в СМИ везде размещаем. Хотелось бы с вашей стороны, чтобы помощь так же оказывалась. Своим коллегам, друзьям обращайтесь. Если какие-то моменты происходят по поводу списания денежных средств или какие-то мошенники, пусть лучше перепроверяют, звонят, а не переводят в пустую деньги. За 6 месяцев было зарегистрировано 5 фактов причинения тяжкого вреда здоровью. Все раскрыты. Зарегистрировано 99 преступлений средней тяжести. Раскрыты 27. Выявлено 12 грабежей. 7 дел направлено в суд. Выявлено 12 фактов незаконного оборота наркотиков. Процент раскрываемости этого рода преступлений снизился. В связи с тем, что злоумышленники продают их через соцсети, это затрудняет расследование. Регистрируется рост числа преступлений в общественных местах. Необходимо, по мнению полицейских, расширить сеть камер уличного наблюдения. Кроме прочего, в Саянске не хватает участковых. Из 8 по штату только 6. Укомплектован штат, по словам Дениса Гаврючука, будет к концу года. Участковые ведут прием населения. В зачетный период ими выявлено 181 правонарушение. В 2019 году проведена проверка 648 владельцев гражданского оружия. В ходе проведенных проверок было выявлено 27 нарушений порядка и условий хранения, учета использования оружия. За допущенное нарушение аннулировано 8 разрешений лицензии, изъятое за нарушение 7 единиц административно-травматического газа оружия. 27 человек привлечено к административной ответственности. Депутаты Думы приняли решение. Решение в конце года пригласить на заседание депутатского корпуса начальника межмуниципального отдела МВД Зиминский, чтобы обсудить с ним проблему патрулирования улиц Саянска. В России по инициативе медиков проходит акция «Подари надежду», в рамках которой создается база данных потенциальных доноров. Любой желающий может поддержать это начинание и стать донором стволовых клеток. В рамках акции «Подари надежду на жизнь» в России создается специализированная база данных доноров стволовых клеток. По данным медицинских специалистов, одним из условий формирования такого проекта является добровольность, безвозмездность и анонимность. Специалисты Саянского филиала «Переливание крови» предлагают горожанам стать донорами стволовых клеток. В Саянском филиале на сегодняшний день порядка двух тысяч доноров, то есть тех людей, которые часто или нечасто сдают кровь или плазму. Сейчас появилась возможность, 19 сентября, каждый человек может еще сдать потенциально, стать донором костного мозга. Значит, это просто нужно ваше согласие, желание помочь больным людям. Это люди, которые болеют раком крови, чаще всего это детки. Вы просто приходите, очередной раз сдаете кровь или плазму и даете согласие на то, чтобы стать донором костного мозга, потенциальным донором. Это берется дополнительная пробирочка. Пробирочки мы замораживаем, отправляем в Иркутск. А из Иркутска все пробирочки направляются в Кировский институт гематологии переливания крови. В настоящее время уже проводится заготовка стволовых клеток. И в этом, по мнению специалистов, есть острая необходимость. К примеру, для того, чтобы найти подходящего донора, необходимо уже сейчас развивать это направление. Не только в Иркутской области, но и во всех регионах России. Но стать донором стволовых клеток не так-то просто. Любой человек, перед тем, как попасть к профильному специалисту, обращается к врачу. Если специалист при осмотре не выявляет противопоказаний, то пациент направляется к гематологу, который устанавливает окончательную годность к донорству. Если ваш генотип подойдет, с генотипом совпадет больного человека, ребенка, допустим, вам обязательно из этого центра позвонят и спросят по телефону, не передумали вы, согласны ли вы. В этом случае, если вы даете согласие, вас приглашают, проводят еще раз полное обследование. И только потом проводят пересадку стволовых клеток. И не пугайтесь, это не из кости, не из костного мозга. Процедура такая же напоминает, если кто у нас сдавал плазма ФРС, из периферической крови делается в забор и переливается больному ребенку. Каждый день тяжелобольные дети и взрослые ждут доноров, готовых пожертвовать здоровой клетке. Щедрость совершенно незнакомых людей дает им надежду на выздоровление. Но стать донором может не каждый. Главное условие – ваш возраст – от 18 до 45 лет. И у вас не было проблем со здоровьем и серьезных заболеваний. В течение нескольких дней специалистами Иркутского областного центра СПИД в рамках проекта по профилактике распространения ВИЧ-инфекции на территории Иркутской области были проведены профилактические мероприятия среди школьников и работников предприятий города. ВИЧ-инфекция подавляет иммунитет, убивает иммунные клетки на самом деле. Этот процесс может длиться у всех по-разному. Не бывает одинаковых случаев течения болезни ВИЧ-инфекции у людей. Скажи СПИДу нет. С 18 по 20 сентября специалисты Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями провели в Саенске ряд мероприятий, направленных на профилактику распространения серьезного заболевания. Предоставление объективной информации об эпидемиологической ситуации, информирование о пути заражения ВИЧ-инфекции, разъяснение мер профилактики является значимой работой в регионе, не лидирующим по количеству людей, имеющих положительный ВИЧ-статус. Иркутская область у нас в первых рядах по России. Город Саянск у нас находится также в первых рядах по Иркутской области, поэтому распространение ВИЧ-инфекции высокое. И, к сожалению, все люди считают, что их это не коснется. ВИЧ-инфекции у нас во всех слоях населения, это не только маргинальные слои, как все думают, поэтому считают, что их не коснется, но, к сожалению, это не так. Каждый подвержен заразиться ВИЧ-инфекции, кто ведет половую жизнь. Мероприятия были проведены среди сотрудников предприятия. Саинские бролеры, студентов, старшеклассники побывали на интерактивной лекции. Сейчас случаи дискриминации, стигмы встречаются. И на самом деле, почему мы едем в регион, здесь встречается это гораздо чаще, чем мы берем большие города. Наше мероприятие также направлено на предотвращение дискриминации, чтобы население знало, что нельзя заразиться ВИЧ-инфекцией, если поздороваешься с человеком, обнимешь его, или используешь одно полотенце, заразиться невозможно. И что это люди такие же, как и люди без ВИЧ-инфекции, разницы нет. Мы, конечно, против стигмы дискриминации. Потихонечку, потихонечку мы идем к снижению к нулю именно дискриминации среди населения, к людям с ВИЧ-инфекцией. На торговой площади все желающие смогли пройти анонимное, бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ и вирусные гепатиты. Чтобы сохранить здоровье человека с ВИЧ-инфекцией, для того, чтобы предотвратить эпидемию, которая идет, мы проводим это экспресс-тестирование, потому что люди, которые узнают свой ВИЧ-статус в нашем мобильном пункте, получают консультацию психологической поддержки и направляются адресно для получения медицинской помощи. ВИЧ-инфекция – это прежде всего болезнь поведения, отмечают специалисты только осознанное отношение к своему здоровью, соблюдение элементарных профилактических мер, таких как использование презерватива при половых контактах, поможет сохранить свое здоровье. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел совещание, на котором обсуждался вопрос эффективности пилотного проекта по маркировке всей заготавливаемой древесины. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел совещание, посвященное оценке эффективности применения в регионе пилотного проекта по маркировке всей заготавливаемой древесины. Временно замещающий должность заместителя министра лесного комплекса Иркутской области Эдуард Филиппов рассказал, что в существующую систему предлагается внести изменения. Использование идентификационных карт было необходимым этапом. Механизм показал свою эффективность. Однако с развитием технологий принято решение систему совершенствовать. В частности, к следующему году планируется отказаться от идентификационных карт и перейти на новую систему учета. Схема такая, которая помогает нам двигаться дальше и исключить из оборота саму идентификационную карту и использовать маркировку древесины, точнее, пользоваться маркировкой древесины исключительно благодаря информационным системам. Новая схема позволяет реализовать маркировку пиломатериалов, чего сейчас не происходит. При сдаче древесины на пункт легальной заготовки будет подтверждаться путем использования данных в системе. Схему предлагается реализовать в два этапа. На первом, в первой половине 2020 года предлагается исключить из оборота идентификационные карты и перевести лесопользователей на использование кодов. На втором, во второй половине 2020 года начать процесс маркировки не только круглого леса, но и пиломатериалов. Использование уникальной системы позволит контролировать транспорт, который перевозит лес. Появится возможность составить интерактивную карту перемещения древесины. Сергей Левченко отметил, что работать нужно не только с совершенствованием системы, но и с развитием межведомственных отношений. Можно было повысить еще и межведомственную координацию. Речь идет о железной дороге, о таможне, ну и аналоговое слово бы скажу. Значит, у нас, у всех, значит, разные системы. Вот. И там и разные подходы, разные методики, разные системы. Значит, я думаю, что кроме вот того, что перейти из этих карт на уникальный номер, нам надо было бы подумать, как с 2020 года сделать первый этап, может быть, какой-то грубый этап координации вот этих всех ведомств, которые завязаны на торговлю круглым лесом. Эдуард Филиппов также доложил, что объем незаконных рубок на сегодняшний день снизился на 9% по сравнению с прошлым годом, а за весь 2018 год на 48%. Внедрение новой системы позволит еще улучшить показатели. Ты не умер, просто ты ушел навсегда. 20 сентября после продолжительной болезни земной мир покинул талантливый художник Александр Знаменский. Его памяти мы посвящаем следующий сюжет. В этом человеке горела божья искра. Талантливый живописец, график, скульптор, член Союза художников России Александр Знаменский удивлял и радовался своими необыкновенными работами. 20 сентября сердце художника остановилось навсегда. Для нас это невосполнимая утрата. Человек по своему характеру был замечательным. И его интересовало буквально все, начиная от скульптуры, резьбы по дереву. Он использовал любые материалы, он искал новые техники. В живописи он был всегда узнаваемым, всегда находил своего зрителя. Для нас это художник, имя которого останется в истории города навсегда. В памяти талантливому творце, замечательном друге и соратнике будет организована выставка работ Александра Знаменского. В городе мы планируем выставку сделать в ноябре. И на следующий год выставка у нас уедет в Союз художников в Иркутск. Для нас он навсегда останется в наших сердцах. Для нас, вот мы разговариваем с коллегами, для себя мы приняли такое решение, что он не ушел из жизни, он просто не придет к нам. В Саянске стартовала акция «Кубок чистоты Школьная лига». Школьникам было предложено собрать как можно больше макулатуры и пластика, а также очистить от мусора, прилегающий к школам территории. Все участники акции получат премии. 20 сентября в Саянске стартовал очередной «Кубок чистоты Школьная лига», организованный администрацией города. В рамках «Кубка» в течение года мы будем принимать макулатуру, будем принимать пластик, будем оценивать территорию школы на предмет чистоты и прилегающую к школе территорию. Акция будет проходить в три этапа. В течение года в утвержденные даты от всех школ будет производиться прием бумажных и пластиковых отходов. В прошлом году у нас есть такой опыт. В апреле месяце в рамках городского субботника мы провели школьную лигу. Откликнулось пять школ, очень активно откликнулись. Мероприятие было поддержано мэром. Был учрежден кубок, кубок переходящий, очень красивый кубок. В этом году они борются за этот кубок и, возможно, за дополнительную премию. За прошлый учебный год было собрано около двух тонн макулатуры. Из них чуть более 700 килограммов было сдано школой номер 4. За это победителям был вручен кубок и премия в размере 20 тысяч рублей. За второе место, которое заняла седьмая школа, был приз в 10 тысяч. Всем остальным участникам было вручено по 5 тысяч рублей. Хотелось бы, чтобы взрослое население Саянска оказывало помощь детям, подключаясь к раздельному сбору мусора, так как в наше время проблема экологии стоит очень остро. Окружающая среда является важной составляющей нашей жизни, ведь именно от ее состояния зависит здоровье населения. В век технологий и массового потребления одной из главных проблем является утилизация мусора, либо внедрение его в повторный оборот. Старые книги, бумаги, тетрадки, такого плана принимаем макулатуру. А из пластика? Из пластика, в основном пластиковые бутылки крышечки и одноразовые посуды. По итогам первого этапа в акции «Кубок чистоты» приняли участие пять школ города. Вторая, четвертая, пятая, седьмая и гимназия. По сбору макулатуры на первом месте сегодня школа номер пять. Они сдали чуть больше трех тонн. По сбору пластика лидирует четвертая школа. Их результат – 93 килограмма. В третьей Саянской школе прошла традиционная осенняя ярмарка, организованная с помощью родителей, бабушек и дедушек. В этот день все участники праздника покупали поделки и блюда, приготовленные собственными руками, и овощи, выращенные на своих дачных участках. Добиться объединения детей и их родителей, всех педагогов образовательного учреждения через совместную деятельность и посредством развития семейного творчества – вот основная цель, которую преследовали организаторы третьей школы при проведении осенней ярмарки. Все участники, а это ребята с 1 по 11 класс, на территории образовательного учреждения устроили настоящие торговые ряды. Глашаты рекламировали свой товар и зазывали покупателей приобрести их изделия. Мы ребята озорные, мы ребята удалые, всех на ярмарку зовем, мы вкусняшки продаем. На ярмарке продавали товар, который пользуется популярностью у всех школьников. Это сладости, конфеты, вафельные трубочки, приготовленные под чутким руководством мам и бабушек, ну и, конечно, детская бижутерия. Я обожаю ярмарку, и там торгуют разные. Мы торговали там попкорн, печеньки, игрушки и многое другое. И даже бриллиантики и слаймы. Ученики старших классов при продаже своего товара использовали элементы рекламы, уделяли внимание упаковке, спросу и популярности изделия среди своих сверстников. Многие признали, что заранее провели опрос и выяснили у своих одноклассников, что они любят, каким конфетам и напиткам отдают предпочтение. В этой ярмарке участвовали классы с 1 по 11. У каждых классов были разные товары. Это жвачки, печенье, разные напитки, соленья. То есть даже товары домашнего приготовления. И у всех товары были, хоть и повторимы, но оформление было очень разное, и все было очень интересно. Особым спросом на ярмарке пользовались пирожки, которые приготовили бабушки, также ребятишки отдавали предпочтение конфетам и прохладительным напиткам. Наш 5-й Б сегодня очень хорошо торговал. Мы продавали различные конфеты, пирожки и соки. К нам покупатели ходили, потому что мы зазывали их частушками и различными песнями. По признанию ребятишек, многие пожалели, что выделенные денежные средства из семейного бюджета не позволили попробовать даже малую частичку того, что предлагали на ярмарке. Но уже к следующей распродаже школьники решили хорошо подготовиться и по возможности приобрести хотя бы половину предлагаемых вкусняшек. Мне ярмарка очень понравилась. У меня было всего 100 рублей. Я купила яблоки и конфеты, потому что я их люблю. Но я хотела купить все. В настоящее время школьные счетоводы проводят учет всех проданных на ярмарке изделий. Ребята признали, что часть вырученных средств пойдет на нужды класса, а остальные, собранные от продажи деньги, пойдут на благотворительность. В Саянской картинной галерее появится виртуальный концертный зал. Реализация проекта стала возможна благодаря победе Саянска в конкурсе, который проводит Министерство культуры России. Этот проект даст возможность поклонникам классической музыки посещать самые лучшие и престижные концерты, не выезжая из своего города, а Саянск станет частью всероссийского концертного онлайн-пространства. Наш город стал одним из победителей конкурсного отбора на создание виртуальных концертных залов в 2020 году. Три города в Иркутской области стали победителем. Это город Братск, Устилимск и город Саянск. Виртуальный концертный зал будет расположен, создан в картинной галерее города Саянск. Учреждению будет выделено 1 миллион рублей с федерального бюджета. На эти средства будет приобретено необходимое оборудование техническое. И, собственно, сама реализация мероприятия – это не менее 25 концертных программ в режиме реального времени лучших исполнителей виртуозов, лучших концертных программ, лучших концертных залов нашей страны. Виртуальный концертный зал позволит осуществлять трансляции в пространстве художественных выставок, что усилит эмоциональное восприятие музыки. Таким образом расширится возможность освоения новых форм музейной работы через симбиоз музыки и изобразительного искусства. В детском дошкольном учреждении «Петушок» стало доброй традицией проводить с детьми походы в лес. Такой детский турпоход – это замечательный отдых и отличная возможность полюбоваться красотами родной природы. В детском дошкольном образовательном учреждении «Петушок» воспитатели вместе с родителями постоянно проводят экскурсии и познавательные мероприятия. В этот раз взрослые решили устроить малышам поход в лес. Причем не в простой, а в сказочной, где проживают не только дикие животные, волки, тигры, но и любимые сказочные персонажи. Уже стало традиционным в течение нескольких лет выводить детей в лес. Данный вид деятельности мы практикуем ежегодно. Она вызывает массу положительных эмоций как у детей, так и у взрослых. Потому что традиционные занятия не всегда интересны, а занятия на природе способствуют благоприятному психоэмоциональному климату, вызывают массу положительных эмоций как у детей, так и у взрослых. Несколько групп под руководством старших направились в близлежащий лесной массив. Многие взрослые с насмешкой отнеслись к тому, когда малышей предупредили, что в лесу можно встретить нечистую силу. Но когда на тропинке юных туристов встретила Баба Ига, то воспитателям с трудом удалось собрать не только малышню, но и мам и пап, которые прятались за деревьями и пытались вызвать на помощь спасателей. Но как бывает в сказках, детки угостили Бабу Игу конфетами, помогли ей найти метлу, которую она потеряла после того, как получила пенсию. Волшебница предложила ребятам отдохнуть на волшебной поляне и навести в лесу порядок. Очень здорово, что проводятся такие мероприятия в нашем учреждении дошкольном. Очень интересно, конструктивно все сделано, на свежем воздухе. Есть возможность нам, взрослым родителям, побыть с детьми, поучаствовать в различных конкурсах. Дети на позитиве, на свежем воздухе. Очень здорово. Они занятливые, с интересом, выполняют конкурсы, соревнуются между собой. Все бы ничего, но когда малыши провели генеральную уборку и устроили спортивные мероприятия, от шума проснулся хозяин леса и попытался выгнать детвору с его поляны. Но и здесь выручили юные туристы. Они предложили старичку-лесовичку вместе сделать зарядку и потанцевать под современную музыку. Эта идея пришлась по душе хозяину леса. После танцев его напоили чаем и долго отпаивали валидолом. В завершение встречи к детворе присоединились другие обитатели лесного царства – серый волк и тигр. Возможно, хищники имели другие цели при встрече с малышней, но когда увидели, что ребята навели в лесу порядок и убрали весь мусор, поблагодарили всех за работу и предложили дружбу. В завершение воспитатели и детки пригласили лесных обитателей к себе в гости на новогодний праздник. Но это уже другая история. Осенний сезон радует любителей премьерами интересных фильмов. Сходить в кино повод найдет каждый. Мультики, приключения, фэнтези от лучших режиссеров мира этой осенью ждут вас. Осень – время увлекательных кинопремьер. Любителям кино скучать не перейдется. Фильмы для семейного просмотра, анимации, приключения, фэнтези от ведущих режиссеров мира будут представлены в Саянском кинозале. В ходе достаточно много интересных российских кинопремьер. Одна из них – «Тайна печати дракона». Это совместно российский и китайский проект. Снят он был и в Китае, и в России. Довольно солидный бюджет этой картины – 49 миллионов долларов. Фильм «Герой» и мировая кинопремьера «Фантастический боевик» к «Звездам» выйдут в проказ 26 сентября, а юных зрителей порадует анимационный фильм «Эверест». Еще стоит обратить внимание, уважаемые зрители, на такую премьеру, которая выйдет 10 октября. Это не только российская, но и мировая кинопремьера – фильм «Гемини». Особенность этого фильма, потому что он снят в другом визуальном формате, в формате 3D, но формат ШФР. Это 120 кадров в секунду. Несмотря на развитие интернета и телевидения, саянцы ходят в кино, любят кино и стараются не пропустить интересные фильмы. Интерес к фильмам увеличивается, возрастает, потому что количество зрителей у нас все больше и больше. Если смотреть в 2013 году, когда только открылся кинопоказ во Дворце культуры юности, в цифровом формате, каждый год идет увеличение посещаемости. Пилотным стал проект «Ночные кинопоказы», а проект «Мульт в кино» с трансляцией новинок в анимации и проведением игровых программ уже полюбился аудитории. В самом масштабном пробеге, который проходит по всей стране, кроссе-нации приняли участие 248 саянцев. Абсолютными чемпионами Всероссийского дня бега в нашем городе стали Александр Ширгин и Светлана Матвиенко. Саянцы традиционно приняли участие в самом массовом спортивном мероприятии на территории Российской Федерации кроссе-нации. Масштабный пробег проходил в субботу. В марафоне приняли участие 248 человек. Состязания проходили на нескольких дистанциях. Самая короткая – один километр – от дворца спорта до ЗАГСа. Это расстояние преодолевали младшие школьники и мужчины, и женщины старше 56 лет. Отрезок протяженностью 5 километров, который завершался у кафе «Три семерки», бежали мальчики и девочки 9-10 лет, а также мужчины и женщины от 50 до 55 лет. Расстояние в 9 километров от дома спорта до моста через Аку требовалось пробежать школьникам 11-12 лет и взрослым – от 30 и старше. Самую продолжительную дистанцию в 13 километров, которая заканчивалась у завода управления химпласта, бежали ученики 7-9 классов и молодые люди старше 18 лет. Церемония награждения победителей состоялась в тот же день во Дворце культуры юности. Спасибо вам большое, что быстрые, ловкие, смелые и выносливые. Абсолютным чемпионом Всероссийского дня бега в Саянске среди мужчин стал Александр Ширгин. Его результат – 48 минут 29 секунд. Хотелось в этом году до зимы бежать, потому что я каждый год готовился до зимы, а его постоянно отменяют. Это для меня большая тренировка, пробежал. Сегодня маленько, но такая погода была, жаркая, что пришлось попадать. Ученица 9 класса школы номер 3 Светлана Матвиенко показала лучший результат среди всех женщин. Она добежала до финиша за 69 минут 11 секунд. Было очень тяжело. Очень тяжело. Я очень рада, что я выиграла. Это все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин